МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Эрудит пятёрка! АПЛОДИСМЕНТЫ Очередная игра нашей младшей серии. Играют седьмые, восьмые классы. И если у нас в первых двух матчах сражались гомельские гимназисты, а третья игра это было состязание клубов Мозыря и Светлогорска принципиальное, то здесь вот у нас простая гомельская 69-я школа. Слева от меня Ангелина Юрова, красные шарфы. АПЛОДИСМЕНТЫ Работает с ними неустанно Олег Нович Лейнов, замечательный педагог и добрый человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа от меня в синих шарфах непростая Мозырская гимназия имени Ян Купалы. Александра Котова, синие шарфики. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Окормляет эту замечательную команду и прочие команды Мозырского клуба. Ростислав Маркович Миневич. Есть такой человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, все слова сказаны. Игра ждет. Начнем с нашей самой интуитивной игры. Блеф-игра. Да? Нет? Ангелина, у кого самая могучая интуиция в команде? Я думаю, у Кати. Хорошо, я проверю вашу интуицию, Ангелина. Александра Котова, капитан Мозырской команды. Пойдет Александр. Итак, Катя против Александра. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ ОПЛИСМЕНТЫ 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 Итак, женская интуиция против мужской. Верите ли вы, что? Азимут 90 градусов – это юг. Прошу? Верю. Что вы? 90 градусов – это восток, а юг – это 180 напротив севера. Картошка – это компаса, 360 градусов. Вот мог человек пять очков заработать. Не получилось. Играем. Верите ли вы, что корова – это священное животное для индейцев? Прошу? Верю. Не для индейцев, для индийцев. Это немножко разные континенты и разные люди. И снова пять очков сорвались. Верите ли вы, что в китайской мифологии драконы – это отрицательные персонажи? Фальстарт у вас. За этим очень строго следит наш электронный судья. Прошу вас, Катя. Верю, что он отрицательный персонаж. Нет, в Китае драконы добрые, ласковые. Они приносят деньги, счастье. Ну, вообще положительные такие товарищи. Верите ли вы, что самые холодные звезды – это голубые? Прошу? Я не верю в это. Да, самые холодные звезды – это красные карлики. А голубые – это самые горячие звезды. Браво! Первые пять очков в копилке команды 69-й школы. Играем. Верите ли вы, что лисы охотно едят растительный корм? Прошу? Верю. Так что басня про лисицу и виноград – это не басня, это суровая правда жизни. Лиса очень хотела винограда, она его очень любит. 5-5. Блефер развершена. Итак, дуэль, игра. 5 боев, 5 поединков, 5 тем. Послушайте. Первый бой – великий и могучий. Тема о русском языке. Второй бой – и то, и другое. Многозначность и амонимы. Третий бой – пыль, веков, историческая тема, в основном средневековье. Четвертый бой – фауна, зверюшки. И пятый бой – дни недели. Или уж дни недели-то, я думаю, вы выучили. Итак, у вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему. Я готов взять. Поехали. Время истекло. Ангелина Юрова, 69-я школа. Кого отправляете в бой? На великий и могучий. Кто знаток русского языка? Идет Катя. Катя. Это ее последний выход. Два раза. Больше у нас к стойке не ходят. Прошу вас, Александра. Иду я. Екатерина против Александры. Вперед! Прекрасно. Великий и могучий. Элементарные сведения о русском языке. На этот вопрос отвечают одушевленные существительные. Фальстарт у вас, Саша. Катя? У меня вопрос «что». Что? Понятно. Вот как раз неодушевленный вопрос. Что у вас было? Пять секунд, чтобы подумать. Кто? Что? Кто? Что? Ну вот, увы, увы, увы. Никто. 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 Из этих двух слов состоит словосочетание. Фальстарт у вас, Катя. Саша, есть шанс? Зависимая и главная. Отличный ответ. Браво. Хорошо. Есть такие выделяющие знаки припинания. Это две запятые, два тире, скобки и еще они. Да? Кавычки. Кавычки. Браво. Как сказать правильно, как прочесть правильно? Эксперт или эксперт? Прошу. Эксперт. Эксперт. Ну, Саша, вы просто эксперт в русском языке. Браво. Не видать милого друга, только видит, вьется вьюга. Где в этом предложении определение? Прошу. Милого друга. Два слова назвали, извините, а определение это одно. Прошу. Милого. Милого или милого до определения. Отлично. Все. Закончились вопросы боя великие. Могучи 15-15. Равная игра. Следующий бой. Бой! 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 Англира. Ангелина, отправляйте в бой следующего игрока то и другое. Многозначность и аммонимы. Кто? Идет Налин. Налин. А у Александра? Пойдет Александр. Итак, Налин против Александра. Вперед! Бой! 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 И то и другое. Она и в море, и в каше, и на второй строчке нотного стана. Прошу. Же. Же. Ре. Понятно. Прошу. Соль. Соль, конечно. Где ж ре в море? Она и спутник Юпитера, и часть света. Ну, много ли частей света вы знаете? А это тем не менее Европа. Есть такой спутник Юпитера. Играем. У храма, у храма, она может быть одна, а у книги обязательно много. Фальстарт у вас, Налин. Саша? Обложка. Обложка у храма. Никогда не видел. Глава. Глава у храма. Одноглава может быть храм, ну а у книги глав обязательно много. И продолжаем. Ее могут точить, а могут и заплетать. Подсказка. Прошу вас. Коса. Коса подсказка стоит в команде 69-й гимназии, но вот она ее спрятала от Налина, и Налин, честно, сам догадался. Играем. В нее дует музыкант, и еще может из нее выходить дым. Дудка. Дудка. Дым из дудки. Это классно, Налин. Может, вы ответите? Да. Не топит сейчас у нас центральное топление. Труба. Труба – это инструмент музыканта, и в трубу выходит дым из печки. Вот такие вот дела. 25 у 69-й гимназии, у Гомеля – 15 у Мудрия. 25-й, 15. Гомель впереди. Тричь мой. Вот сейчас посмотрим, как историк Олег Нович Ленинов подготовил свою команду к исторической теме. Пыльвиков, Ангелина. Кто будет копаться? Пойдет Рыжевич Катя. Катенька. Пойдет Никита. Прекрасный. Итак, Катя против Никиты. Вперед. Итак, Пыльвиков. Эта война между Англией и Францией стала крупнейшей в позднем Средневековье. Да? Столетняя война. Столетняя война. Отлично, Никита. Великолепно. Хотя она билась 116 лет, ее называют Столетней. Теперь вы это знаете. В 1323 году князь Гедимин перейдет столицу Великого княжества Литовского в этот город. Вильна. Браво. Отлично. Наиболее известное из оборонительных сооружений, построенных в 13-14 веках в Белоруссии, это... Несвежский замок. Несвежский замок, это парадный палац, а не оборонительное сооружение. Прошу вас, Катя. А тем не менее, даже на новой белорусской пятерке оно есть. Это белая или каменецкая вежа. Это башня Донжон, одиноко стоящая оборонительная башня. Теперь вы это знаете. Четвертый образ. Эта болезнь, называемая черной смертью, сократила население Европы в 14 веке на треть. Прошу. Чума. Чума, да. Вы правы. И заканчиваем. Именно они составляли сословия военных в средневековой Японии. Самураи. Прекрасный ответ. И Никита немножко выравнивает. Что-то что-то немножко. Счет поровну. 30-30. Следующий бой. Гомель, да. Гомель. А Мозрик, тем не менее, выравнил счет. Ангелина, кого бросаете в бой на фауну? Пойдет Алина. Александра, нужен биолог. Пойдет Сергей. Итак, Алина против Сергея. Вперед. Гомель, 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 гомель. Фауна, братья наши меньшие. Итак, воробьи. Это оседлые птицы. А аисты? Какие? Перелетные. Перелетные, конечно. И что тут было думать-то? Играем дальше. В Белоруссии обитают три вида змей. Уш, медянка и она. Гадюка. Да, именно она. Опасайтесь ее в лесу. Она очень ядовитая. Играем. Ихтиофауна. Ихтиофауна. Это они. Хотя бы одного представителя ихтиофауны назовите. Щука. Щука. Это рыбы, конечно же. Молодец. У грызунов больше развитые резцы. А вот они, в отличие от хищников, эти зубы отсутствуют. Но у хищников есть, у грызунов нет. Клыки. Клыки на правильный ответ. Нормальный пульс у кошек больше... Спасибо, у вас уже фальстарт. Играем с вами, Сергей. Нормальный пульс у кошек, Сергей, больше этого круглого числа. Ноль. Нет, я с вами не согласен. Если у кошки пульс один удар в минуту, это уже мертвая кошка. Потому что у нее 9 жизней. На самом деле у кошек пульс зашкаливает за сотню. У котят за 150. Теперь вы это знаете. Счет 35-45. Сергей вывел свою команду вперед. Мозырь впереди. Играем. Итак, дни недели. Близкая вам тема, уж дни-то недели вы знаете. Ангелина, кто? Пойду я. Отлично, Ангелина, я желаю вам удачи. Александра? Пойдет Кристина. Ангелина против Кристины. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Напоминаю, дней недели всего 7, правильных ответов у нас всего 5. То есть 2 дня недели мы хоть пропустим. Итак, поехали. Этот день недели называют еще Малой Пасхой. А воскресенье? Конечно, не работает воскресенье. АПЛОДИСМЕНТЫ Новую жизнь обычно начинают с этого дня. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу. С понедельника. С понедельника, конечно же. АПЛОДИСМЕНТЫ Этот, можно сказать, день недели защищают экологи. АПЛОДИСМЕНТЫ В советские времена было положено начало бесплатному труду в этот день недели. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу. Четверг. Четверг? Нет, четверг был рыбным днем у нас в столовых. Ну? В субботу. В субботу. В субботники пошли. АПЛОДИСМЕНТЫ Именно в этот день Робинзон повстречал на острове Туземца, который стал его другом. АПЛОДИСМЕНТЫ Пятницу. И назвал его Пятницей, конечно же. Отлично, Кристина. АПЛОДИСМЕНТЫ 155, счет выравнивается. Следующая игра. КОТРИК! 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 Игра равная, игра сильная. Ангелина, я не зря в вас верил. Вы сделали практически невозможное. Почти сравняли счет. Ну, нужно добавить успех. Александра, я тоже в вас верю. Посмотрим, кого вы отправите на тест игру. Наше скоростное централизованное тестирование. Тема предметы. Предметы в море. Ангелина, кто? Пойдет Алина. Великолепно. Александр, кто у вас? Пойдет Сергей. Итак, Алина против Сергея. Вперед! Итак, А, Б, С. Всего-навсего три варианта. Выжимаем кнопочку. Помним о нашем строгом электронном суде и о Хольстарте. Зловещем. И отвечаем. Итак, у скрипки. А. Три струны. Б. Четыре струны. С. Пять струн. Прошу. Три струны. Три струны. Это, извините, балалайка. Прошу. А. Четыре. Четыре, да. Скрипочка. Это четыре струночки. Вы правы. Десять очков мог бы заработать, но это был подбор. Пять очков в копилку в Музыре. Играем. Устройство под названием АБАК. Применяли. А. Для счета. Б. Для записи. С. Для измерения времени. Прошу. А. Для счета, да? Для счета. АБАК, собственно, это наши обыкновенные счеты. Проволочные стержни, на которых бегают такие костяшечки. Считали и очень хорошо. Вы правы. Десять очков заработал. Играем. Перед началом съемок фильма, по традиции, режиссер обязательно разбивает. А. Тарелку. Б. Стакан. С. Бутылку шампанского. Прошу. А. Бутылку шампанского. Это корабль, когда спускают на воду. Прошу. А. Тарелку разбивает. Пять очков зарабатывает Сергей. На подборе. Продолжаем. Представьте богиню правосудия Фемиду с завязанными глазами. Так вот, в правой руке. Она держит. А. Меч. Б. Весы. С. Книгу. Да. Б. Весы она держит. Да. Ну, представили. Так, есть варианты? А. Меч. Ну, я сейчас Фемида, правда, повязки у меня. Вот, закрою глаза. Дзынь. Вот она, в левой руке. Весы. Очень неудобно левой рукой мечом махать. В правой руке у нее карающий меч. Пять очков Гомелю. АПЛОДИСМЕНТЫ У древних греков была так называемая клипсидра. Это. А. Водяные часы. Б. Песочные часы. С. Солнечные часы. Да. Б. Песочные часы. Это немножко не то. Прошу вас. А. Водяные часы. Водяные часы. А. Клипсидра. Вот отсюда и говорят. Ваше время и стекло. Браво. АПЛОДИСМЕНТЫ 5 очков вот так по зернышку по зернышку по зернышку и счет стал 60 75 у нас слайд игра тема нашей слайд игры праздники картинка и вы узнаете праздник все достаточно просто цена правильного ответа 15 очков и мы начинать будем с выигрывающей стороны а выигрывает у нас мозырь но 1 по традиции обращаюсь капитану гамелян ангелина кто у вас хорошо разбирается в праздниках пойдет катя катя такая любит погулять на праздниках александра пойдет никита и так катя против никиты вперед ничего ничего жать не нужно слайд появляется на большом экране у меня за спиной начинаю я с вас отвечаете правильно 15 очков нет соперник подберет остаток за вами 10 итак начинаем никита с вами поехали первый праздник в тишина 1 сентября 1 сентября даже я бы принял последний звонок примета 1 10 классник или 11 классник несет первоклассницу со звоночком это правильный ответ никита 15 очков команде браво поддержите катя с вами день незалежности день незалежности 3 либня сложно было не ответить 15 очков вам никита итак никита что изображено праздник вернее праздник я думаю 1 мая 1 мая вы не представляете насколько вы не правы прошу вас цветущая сакура день цветения сакуры в японии это отмечают как национальный праздник зацвела сакура можно не ходить на работу следующий слайд прошу вас день победы день победы конечно же хотя если честно я бы принял и 1 мая потому что именно в первое накануне 1 мая был был водружен флаг над рейхстагом носики это изображение эта фотография ассоциируется именно с днем победы браво никита с вами играем ну день нет катя может вы задаете какой это день не знаете вот заметьте вот епископ католический благословляет пару пара влюбленных это день зал хором вот так вот это день свято валентина это витраж в одном из католических храмов катя играем с вами купали это купалье да мощная ивана купалу да ой рано на ивана масленица масленица конечно сжигает чучело зимы великолепная играем с вами екатерина пасха пасха конечно же тут все просто никита а вот тут я спрошу ну понятно с праздником октября спрошу дату число и месяц седьмое ноября седьмое ноября красный день календаря великолепно 15 очков катя смелее знаете любите этот праздник прошу новый год я вырезал из этой рекламы рекламный продукт да так медведи празднуют новый год да что у нас после слайд игры катя не зря прыгает на месте 145 120 впереди гомель риск игра самая ответственная самая сложная игра в нашей роде пятерки потому что именно там можно нарваться на штрафные очки правильный ответ 20 неправильный минус 20 молчание 0 но 0 это не плюс так что говорите думаете рискуете риск и раппи потому так и называется ангелина кто у вас самый рисковый пацан пойду я ангелина крутой пацан александра у вас пойду я капитанский бой вперед это внимание повторяют тему игры дуэльные темы вопросов нашей риск игры 1 великий и могучий внимание он ответил первым и получил 20 очков предложение простое или сложное и так разбираем он ответил подлежащие сказуемое первым и получил 20 очков дополнение и так первым это обстоятельства ребятушки где тут вторая грамматическая основа простое простое предложение простой вопрос играем дальше и то и другое и в крыле у птицы и в руке у пушкина прошу перо это перо плюс 20 очков и счет становится 145 140 внимание ангелина пыль веков сандро баттичелли данты алигери микеланджело бонаротти представители этой эпохи в европе прошу тишина 32 художников художников эпоха спасибо у время а вы можете не отвечать ангелина будет отвечать или нет нет эпоха возрождения он же ренессанс еще два вопроса фауна этот домашний зверь заменил в домах европейцев уже и хорьков и ласок чем же занимались тихо 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 уже хорьки и ласки в домах европейцев потом да грызунов зверь какой гоняли зверь какой раз домашний 2 александра я понимаю вам тяжело спасибо собака собака это неправильно минус 20 очков прошу вас не будете отвечать а вот саша правильно рассуждала они все гоняли грызунов кто у нас сейчас изо всех сил кот или кошка гоняет грызунов кот или кошка а вот ангелина такую хитрую тактику она вот видно ждет последний вопрос играем дни недели если обещают что что-то после дождичка в этот день значит это не будет никогда прошу после . в четверг я не могу сказать о вас что вы победите после дождичка в четверг я сегодня суббота 69 школа простая гомельская школа питомца ряда училийного 7 восьмиклассники в очень трудной в очень трудной борьбе одержали победу над гимназией именин купалы из мозыря до грустные потерянные совершенно убитые мазыряне если что я могу сказать не исключено что вот буквально на следующей неделе мы начнем серию утешительных игр и кому-то из вас придется приехать к нам сюда в студию и попытаться взять реванш у судьбы злодейки итак завершаем мы нашу младшую серию будут ли утешительные бои не будут ли вы можете это узнать очень просто смотри на субботу ищите нас программе включайте беларусь 4 гомель замечательный канал эрудит пятерка и самое главное смотрим пятерку получаем десятки играем спасибо